В этом ролике я расскажу вам об отличии фильма «Выживший» от реальной истории Хью Гласса. Расскажу о том, как на самом деле происходила схватка с медведем, о том, что на самом деле случилось с оставившими его умирать коллегами, да и просто расскажу массу неупомянутых или показанных неправильно деталей в фильме. Считается, что родился Хью Гласс в 1783 году в Филадельфии в семье ирландских переселенцев. Точные сведения о молодости Гласса отсутствуют, но эпоха, на которую пришлась его молодость, была началом освоения дикого Запада Америки и рассветом трапперов. Именно как выдающийся представитель этой профессии Хью Гласс и останется в истории. Примечательные факты биографии Хью начинаются в 1816 году, то есть его 33-летие, когда он стал одним из членов команды известного пирата Жана Лафита. Нельзя сказать наверняка, добровольно ли Гласс встал на путь разбоя или его вынудили. Известно только, что он целых два года ходил по черным флагам в Мексиканском заливе и занимался контрабандными поставками рабов южноамериканским плантатором. В 1818 году во время очередного налета Гласс сбежал с корабля прямо в открытом море и проплыл две мили до побережья, а после начал пробираться вглубь материка, где и встретился с премием Пауни. То, что происходило дальше, достоверно неизвестно. Известно только, что индейцы долго не принимали Хью к себе и даже вначале хотели его сжечь на костре в каких-то своих ритуальных целях, но затем впечатлились мужеством пленника и от этой идеи отказались. По другой версии, изначально от пиратов с Хью сбежал еще один моряк и индейцы Пауни по какой-то причине посчитали приход двух бледнолицых дурным знаком. Компаньона Гласса индейцы все-таки сожгли. А сам Хью откупился куском сульфид-артути, который подобно пудре наносится на кожу, придавая ей ярко-алый цвет. Племя стало использовать сульфид для нанесения боевого раскраса на свои лица. Гласс прожил в племени два года в почете и уважении. Согласно фильму, именно в этом племени Гласс завел любимую женщину, от которой родился показанный в картине его сын Полукровка. Однако на самом деле Хью прожил с индейцами три года, после чего вернулся к цивилизации. То есть, может быть, женщина у него какая-то в племени и была, но это была явно не любовь всей его жизни, а сына Полукровки не было и в помине. Один солдат погиб и больше сорока переголовых, и только тебе с сынком удалось уцелеть. Прям чудо господнее, а? В январе 1822 года Гласс откликнулся на объявление в местной газете о наборе ста человек для экспедиции вверх по реке Миссури. Впоследствии эта экспедиция войдет в историю как сотня Эшли, и именно вокруг этой экспедиции построен сюжет фильма «Выживший». Уильям Эшли был основателем известной в то время меховой компании скалистых гор. Пушной промысел в те времена, хоть и был связан с риском, но приносил очень большой доход. За год экспедиции участникам обещали плату в размере 200 долларов, что считалось довольно приличной суммой. Сотня Эшли вошла в историю США не только благодаря приключениям героя Ди Каприо Хью Гласса. В нее также входили еще несколько интересных личностей. Например, еще один член экспедиции Джеймс Крикер впоследствии станет настоящим истребителем индейцев. А другой траппер Джададая Смит переживет нападение Гризли подобно Хью Глассу. Целью экспедиции под руководством Уильяма Эшли и его бизнес-партнера Эндрю Генри было исследование притоков реки Миссури. Через несколько недель экспедиция, поднявшись вверх по реке, попала в засаду враждебно настроенных индейцев из племени Арикара. Это именно тот момент, о котором повествует вступительная сцена резни в фильме. В реальности, как мы уже выяснили, сына главного героя не существовало, и мотив индейцев Арикара для нападения на лагерь в действительности был иным. Арикара просто сумели провести трапперов вокруг пальца, предварительно продав им партию лошадей, тем самым усыпив их бдительность. После чего индейцы и напали на ничего не подозревающий отряд. Также и масштаб резни в реальности был значительно меньше. Из 100 членов отряда 14 человек были убиты, а 11, включая Гласса, получили ранения. Руководители экспедиции предлагали двигаться дальше, и как можно быстрее миновать опасный участок реки. Но большая часть отряда считала, что впереди их будут поджидать большие силы индейцев, и продолжать путь по намеченному маршруту было бы равноценно самоубийству. В отличие от того, что было показано в фильме, трапперы отправили лодку с ранеными товарищами вниз по реке до ближайшего форта, и стали дожидаться подкрепления. А в начале августа 1822 года подошли дополнительные силы, которые атаковали Арикари и отбросили их к своим поселениям. С индейцами заключили хрупкое перемирие, и они обязались больше не препятствовать продвижению группы исследователей. Этот момент в кордине также не был показан, потому что там делается акцент на выживании главного героя, а не на судьбе самой экспедиции. Так как противостояние с индейцами привело к значительным затяжкам, было решено разделить людей на две группы, и отправить их по двум разным маршрутам, чтобы наверстать упущенное и быстрее изучить местность. Хоть с Арикарой был заключен пакт о ненападении, никто из американцев после подобного не думал доверять индейцам, и экспедицию продолжили с огромной осторожностью. Глаз попал во второй отряд, который возглавлял Эндрю Генри. Их задачей было покинуть реку Миссури и продолжить свой путь вдоль одного из ее притоков. Другой отряд сплавился вниз по реке и занялся установлением торговых связей с индейцами племени Кроу, чтобы хоть как-то возместить убытки от неудачного начала похода. Встретиться оба отряда должны были в форте Генри, находившемся выше по течению. Через некоторое время после разделения отряда группу Эндрю Генри, ту, в которую входил Хью, стали беспокоить индейцы из племени Мондана. На протяжении всего пути они устанавливали засады на американцев, держа их в постоянном напряжении. Смертельных случаев трапперам удалось избежать, но они были вымотаны и желали поскорее убраться из негостеприимных индейских земель. Нападение Гризли произошло в начале сентября 1823 года, когда отряд занимался исследованием реки Гранд-Ривер. Скорее всего, Гризли напал во время того, как Хью охотился или собирал ягоды. Сейчас невозможно сказать наверняка. Единственное, что достоверно известно, так это то, что Хью наткнулся на медведицу с детенышами, и разъяренное животное бросилось на него, нанося множественные страшные раны. Хью, конечно, был чрезвычайно крут, но с медведем в одиночку даже он справиться не мог. В фильме «Смертельные раны» медведю нанес непосредственно сам Хью. В реальности только подоспевшие на вопле товарищи смогли убить Гризли. После предварительного осмотра все пришли к неутешительному выводу. Глаз едва сможет протянуть несколько дней. А еще, как назло, именно в эти дни индейцы Мандана наиболее сильно начали досаждать отряду. Любая задержка в продвижении была равносильно смерти, а истекающий кровью глаз сильно замедлил бы продвижение отряда. На общем собрании было принято сложное решение. Хью оставили на месте с двумя добровольцами, которые со всеми почестями похоронили бы его, а затем нагнали отряд. Выполнить миссию за огромные деньги вызвался Джон Фиджерант. В отличие от Фильва, ему на тот момент было всего лишь 23 года. Ему готовы были заплатить от 200 до 400 долларов как старшему. В помощники ему был добавлен 19-летний Джим Бриджетт со ставкой всего лишь 80 долларов. Через несколько часов основной отряд снялся с лагеря и продолжил путь, а двое добровольцев остались с израненным глазом. Они были уверены, что Хью умрет уже на следующее утро. Однако и на следующий день, и через два, и через три дня он был все еще жив. Ненадолго приходя в сознание, глаз снова засыпал. И так продолжалось несколько дней подряд. Беспокойство двух добровольцев по поводу того, что их обнаружат индейцы, росло. И уже на пятый день оно перешло в состояние паники. Наконец, более опытному Фиджеральду удалось убедить Бриджера в том, что глаз в любом случае не выживет. Они бросили Хью умирать на шестой день, не оставив глазу ничего, кроме меховой накидки. В дальнейшем они нагонят свой отряд и сообщат Эндрю Генри, что похоронили Гласса после того, как тот испустил дух. Никто из отряда не сомневался, что именно так все и происходило. Гласс же очнулся на следующий день, лежа под меховой накидкой из-под убитого медведя. Не увидя рядом двух опекунов и обнаружив пропажу личных вещей, он сразу же понял, что произошло. У него был перелом ноги, многие мышцы были порваны, раны на спине гноились, а каждый вдох отдавал резкой болью. Движимый желанием жить и отомстить двоим беглецам, он решил во что бы то ни стало выбраться из глуши. Самым ближайшим населенным пунктом белых людей был форт Каева, находившийся на расстоянии 350 километров от места его пребывания. Примерно определив юго-восточное направление, Гласс стал медленно ползти к намеченной цели. Как же ему удалось это осуществить? Можно лишь опираться на слова самого Хью Гласса, которые дошли до его современников и история быстро разлетелась по всей Америке. В первые дни он проползал не более километра, питаясь по пути кореньями и дикими ягодами. Иногда на берега реки выносило мертвую рыбу, а один раз он нашел недоеденную волками тушу мертвого бизона. И хотя мясо животного было немного подгнившим, именно оно позволило получить Глассу необходимую для дальнейшего похода энергию. Сделав нечто вроде бандажа для ноги и найдя палку, о которой было удобно опираться во время ходьбы, он сумел увеличить скорость своего передвижения. А в реальности, кстати, не было одинокого дружественного доктора-индейца. Зато через две недели после начала своего пути, изможденный Хью встретил отряд дружественных индейцев племени Лакота, которые обработали его раны настоями трав, дали еду и, самое главное, каноэ, с помощью которого Гласс смог в итоге добраться до форта Кайова. Его путь занял около трех недель. Далее, в отличие от фильмов, Югласс несколько дней приходил в себя, залечивая свои ужасные раны. Узнав, что комендант форта решил отправить группу из пяти торговцев в деревню индейцев Мандана для восстановления дружественных отношений, Гласс сразу же присоединился к отряду. Деревня индейцев находилась как раз сверху по течению Миссури, и Хью надеялся, что таким образом доберется до форта Генри, где и находились бросившие его предатели. Достигнув, наконец, форта Генри, Гласс предстал перед глазами удивленных членов своего отряда. Герой Тома Харди Фиджеральд покинул форт несколько недель назад, но вот второй предатель, Бриджер, все еще находился здесь, и Гласс отправился прямиком к нему с твердой уверенностью застрелить предателя. Но узнав, что молодой Бриджер недавно женился, а его жена ждет ребенка, Хью передумал и простил его. Гласс решил сосредоточиться на месте второму предателю, однако, в отличие от фильма, Фиджеральд стал солдатом армии США, и за его убийство Глассу грозила смертная казнь. Возможно, именно это остановило Гласса от возмездия, возможно, что-то другое, но спустя некоторое время он отказался от своей мести и нашел призвание всей своей жизни, работая траппером и проводником. О дальнейшей судьбе Джона Фиджеральда после вступления в ряды армии ничего не известно. Второй предатель, Джим Бриджер, со временем станет известным и уважаемым траппером. А в 1830 году он со своими партнерами даже выкупит компанию «Меховая компания скалистых гор» у Вильяма Эшли. Такой человек, как Хью Гласс, просто не мог спокойно встретить свою смерть, лежа дома под теплым одеялом. Индийская стрела воина Арикара нашла его в 1833 году, когда он вместе с другими трапперами отправился добывать пушного зверя в окрестностях реки Миссури. Реальная история Хью Гласса не о мести, это история о людях тех лет и реалиях той жестокой эпохи. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok